Иркутская область В Устилимске зарегистрировано 19 ДТП, в которых травмы получили трое. Три раза спасатели выезжали на тушение пожаров, пострадало только имущество. В регионе же за неделю зафиксировано 26 возгораний. Причинами в 15 случаях стало короткое замыкание, 8 пожаров случились в результате неосторожного обращения с огнем, одно из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Всего в единую дежурно-диспетчерскую службу города за отчетный период поступило 866 звонков. Из них по вопросам ЖКХ 32, по безнадзорным животным 5. С 1 февраля соцфонд повысит выплаты людям с инвалидностью, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны и другим гражданам, пользующимся правом на федеральные льготы, получающим дополнительно к пенсии так называемую ежемесячную денежную выплату на 7,4%. Вместе с тем будет проиндексирована компенсация набора соцуслуг. По умолчанию набор предоставляют в натуральном виде лекарствами и медизделиями, путевкой в санаторий или проездом на пригородных электричках. Однако по желанию набор можно частично или полностью получить деньгами. С февраля на 7,4% проиндексируют маткапитал. Он составит 630 тысяч рублей на первого ребенка и 833 тысячи на второго. Тем, кто успел потратить часть средств, оставшуюся сумму также увеличат на 7,4%. Вырастут и несколько других выплат семьям, в которых недавно появились дети. Это ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, а также единовременное пособие по беременности и родам. Все повышения пройдут беззаявительно. Обращаться в социальный фонд не нужно. Где же детство твое, оглушенное звуком снаряда? Почему эта боль так мешает свободно дышать? Мальчик, слышишь, прошу, ты держась, потому что так надо. Потому что судьба, потому что война, потому что блокада, потому что война. Потому что блокада. 27 января – день снятия блокады Ленинграда. Накануне в честь 80-летия полного освобождения города в ДК имени Наймушина прошел концерт «Трамвай, станция блокадная». Чтицы из образовательных учреждений города поведали со сцены неподлинные истории блокадного Ленинграда и специальные военные операции, написанные непосредственными участниками этих событий. Минувшее, с годами ближе, на фоне нынешних рутин. Я Эрмитаж блокадный вижу, пустые рамы, без картин. Уничтожение злая участь не обошла бы Эрмитаж, когда б не бился за живучесть его голодный экипаж. Профессора, интеллигенты, не потерявшие лица, которые ушли в легенду, но защищались до конца. Блокада Ленинграда – одно из самых страшных событий Великой Отечественной войны. В этот день, 1944 года, удалось полностью сломить сопротивление фашистов и сломать кольцо, которым была скована северная столица с 8 сентября 1941 года. Общее число погибших в блокаду ленинградцев – 1 миллион 93 тысячи человек. Ущерб городу на Неве составил 46 миллиардов рублей. С замиранием сердца участники мероприятия слушали и рассказывали о страшных событиях тех лет. Почтили минуты молчания всех невинно погибших. Самое жуткое, что постигло жителей города – голод. На весь день человеку выдавалось 125 граммов хлеба. Голод стал причиной большинства смертей. И шли мы завтракать в землянку, стряхнув с колен окопный снег. Там хлеба черного буханка на 18 человек, на четверых черпак баланды. Вот все, что полагалось нам. Не дожидались мы команды, чтобы расходиться по местам. И вновь примерзнуть к пулеметам, по всем постам сторожевым, по ложеметам и по зотам, по нашим точкам огневым. За нами были горе, голод. О, как нам ярость сердца жгла. За нами был наш гордый город. За нами жизнь его была. Об этом наглядно рассказали живые картины, крещённые блокадой, представленные юными устилимцами на верхней уличной трибуне Дворца культуры. Сюжеты из жизни осаждённого города помогли совершить историческое путешествие длиной 80 лет и окунуться в атмосферу военного времени. Мужество и стойкость жителей блокадного Ленинграда сохранится в памяти поколений навсегда. С 2020 года Устилимск участвует в национальном проекте «Культура», который проводится по решению президента России Владимира Путина. За это время город получил более 37 миллионов рублей. В своём телеграм-канале мэр Анна Щёкина рассказала, на что были потрачены деньги. В Центральной городской библиотеке имени Клистова-Ангарского создали модельную библиотеку и открыли виртуальный концертный зал. Обе школы искусств приобрели новые музыкальные инструменты, современное оборудование, кресла в концертный зал. В 2022 году капитально отремонтировали кровлю здания второй школы искусств имени Софиулиной, где находится художественное и декоративно-прикладное отделение. В 2023 году по нацпроекту модернизировали Крыевический музей и создали уникальную экспозицию к 50-летию города Устилимск. Здесь мечта превратилась в реальность. Также в зале новой экспозиции установлен современный музейный свет, отвечающий всем требованиям по хранению и экспонированию коллекций. Кроме того, более 200 творческих работников и преподавателей сферы культуры бесплатно прошли обучение и повысили квалификацию в крупнейших вузах страны. На приведение в порядок мемориалов в честь победы в Великой Отечественной войне муниципальным образованием Иркутской области в 2024 году выделят субсидии из регионального бюджета. Их общий объем составит 178,7 миллиона рублей, сообщает Пресс-служба правительства региона. Министерство культуры провело анализ и выяснило, что в муниципалитетах требуется обновить более 400 объектов. У Устилимску выделена сумма в размере 8 миллионов 12 тысяч рублей на ремонт памятных знаков. Это обелиск славы с заменой плит и мемориал «Три звезды» со стороны танка. Есть все сметные расчеты. С ремонтом спортивного комплекса «Олимпийц» не все так гладко. Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Евгений Тырыца рассказал, что на объекте появляются все новые недочеты, на устранение которых опять уходит время. В связи с этим сроки сдачи бассейна вновь отодвигаются. Приехала бригада на устройство стяжки полов уже в большой чаше. Теплый пол был смонтирован, поставлен под давление. Были выявлены на прошлой неделе небольшие дефекты. За выходные устранили, сегодня поедем принимать и смотреть. Стяжку начинают делать, инертные материалы завездены. Также подрядчикам были куплены материалы на восстановление системы замкнутого водоснабжения. То есть там специальные трубы. В пятницу связались с поставщиком. Да, проплата прошла, трубы отправлены. Сегодня будем принимать и, соответственно, начинать работу по восстановлению. Также на этой неделе проведем открытые совещания, потому что на прошлой неделе мы отправили по двум новым пунктам еще две претензии. То есть по просрочке, двум пунктам по графику исполнения работ, который был подписан в последний раз. То есть там 100 тысяч рублей пойдет еще штрафом. В мэрии подтвердили информацию о том, что в 2024 году отлов безнадзорных животных на нашей территории будет проводить приют при питомнике К-9. В случае отлова домашних питомцев они будут увезены на передержку в Иркутск. Ранее об этом сообщила Устилимская станция по борьбе с болезнями животных. Владельцам напоминают, что самовыгул собак запрещен. В пятницу у нас был подписан муниципальный контракт по отлову и содержанию безнадзорных животных. Напомню, у нас победителем был признан иркутская организация К-9. В принципе, довольно она не только в области нашей известная, но и по России. Предварительно с руководителем все вопросы были обговорены. Сейчас посмотрим, как она будет у нас проходить с ними работой. Надеюсь, что проблем не будет. Специалисты отдела ЗАГС по Устилимскому району и городу Устилимску обнародовали красивые даты, в которые можно назначить свадьбу в 2024 году, объявленном в России годом семьи. Заявление о заключении брака можно подать не позднее, чем за месяц до желаемой даты. Удобнее всего это сделать в электронном виде через портал госуслуг, не выходя из дома, или при личном приеме в отделе. В наступившем 2024 году популярная дата регистрации брака будет 24 число каждого месяца. Судя по уже поданным заявлениям, жители города и района активно выбирают дату 24.04.2024. В субботу, 24 августа 2024 года, гостеприимные двери отдела ЗАГС будут открыты для торжественных регистраций заключения брака. Надеемся, что при выборе даты регистрации брака, устилимцы обратят внимание на 24.12.2024. На протяжении многих лет одна из востребованных дат для создания семьи – 8 июля. Всероссийский день семьи, любви и верности. Традиционно в этот день в отделе для всех желающих будет открыт торжественный зал. Мы надеемся, что в 2024 году, который объявлен президентом России годом семьи, будет зарегистрировано максимально большое количество браков. Будет создано много крепких, дружных и счастливых семей, вне зависимости от даты, которую выберут будущие супруги. Дворец культуры имени Наймушина открывает семейный фотоконкурс «Сагалган в каждый дом». Для участия необходимо сделать фотографию своей семьи в стилистике бурятской национальной культуры с использованием традиционной одежды, обрядовых элементов и национальных блюд. Фотографии участников принимаются до 8 февраля включительно. Итоги фотоконкурса будут объявлены 10 февраля в 15 часов в рамках проведения Нового года по лунному календарю «Сагалган» в концертном зале Дворца культуры. Победители получат дипломы и памятные призы. Дополнительная информация в положении на сайте dk-naymushina.rf Алена Феоктистова, Антон Емельянов, информационная программа «Северный город».